Бра-бри-бри-бро-бро-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-б Я всегда говорю только злодеев. Обидно? Нет, я их люблю. Я понимаю, почему они так действуют. Без злодеев все эти, знаете, цепливые истории никому не интересны без нас. Над спектаклем работали два с половиной месяца. Шили красивейшие наряды, с жадностью репетировали. Из-за вынужденной пандемии артисты дико соскучились по сцене и стали жадными до работы. Миледи злодейка или все-таки? Нет. Я не считаю, что она злодейка. Злодейка просто человек поставлен в определенные условия, человек с несчастной судьбой. Что-то есть общее? Я думаю, у каждой женщины есть что-то общее с Миледи, потому что мы все женщины, мы все разные, мы не многогранные. У нас есть и очень демонические какие-то стороны жизни, и ангельские черты. Образ Д'Артаньяна, каков он для вас, и что вы, может быть, добавили в своего? Вы знаете, конечно же, отчасти можно сказать, что это я, ну в какой-то грани, безусловно, да, то есть это такой дерзкий, наглый, в хорошем смысле этого слова, конечно же, юноша, который приехал из провинции в столицу, покорять ее, завоевывать и делать карьеру, безусловно. И тут с ним случаются перипетии. Вот спектакль, безусловно, о дружбе, чести и любви. Плащи, шляпы, шпаги, колоритные костюмы. Эпоха Людовика XIII и знаменитые хиты на музыку Дунаевского. Мюзикл «Три мушкетера» как нельзя кстати вписывается в современную жизнь, уверен режиссер спектакля. Для людей, чтобы отвлечься от тех проблем, которые сегодня находят нас на улице, и задуматься о чем-то прекрасном, светлом, о дружбе, прежде всего, об отношениях этих замечательных мушкетеров. В зрительном зале на генеральном прогоне одни родственники артистов, а уже через несколько часов премьера для всех желающих. И зрители, и артисты готовы соблюдать все меры предосторожности. Главное, чтобы дать вдохнуть искусство. Вдруг и театры из-за эпид-обстановки снова закроют. Вы не думаете, что опять закроют театры и артисты останутся без сцены, без зрителей? Ну, я фаталист, но наше желание вряд ли что-то изменит. Как будет, так и будет. Давайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Смех и музыка продляют жизнь и закаляют иммунитет уверенной артисты. По их мнению, в столь непростое время нужно всеми способами получать позитивные эмоции. А кто способен их подарить в таком объеме, как неправые мушкетеры Дюма? Валентина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком.